Снег Я же еду открывать СИЗО Итак, ребята, приехали мы на место Здесь у нас уже Камрад копает Как-никак южные склоны Всегда я здесь начинаю И Евгений говорит мне подарок Подарок очередной Что у нас тут на этот раз Опа, ребята Вот такие вот шерстяные носочки Мне от друга Камрада Чтобы мои ноги не мерзли Мне и моей супруге Сейчас мы их скроем и посмотрим Сейчас мы глянем Наш подарочек, ребята Ох, какие красивые Но это явно мои супруги пойдут Это не мне Вот такие классные, зачетные Ручная работа Класс, класс, класс О, мне такие вот красивые Чудо, ребята Чудо, ручная работа Всегда приятно носить такие вещи Зачетно Спасибо Евгению Спасибо А сейчас мы расчехляемся Собираем И будем ходить По нижнему склону Вот здесь вот южные Везде, как вы видите Я ездил Везде снег лежит Но хотим по южным Где уже протальные появились И все же открыть сезон Ну давайте Сейчас я переобуюсь Переоденусь Расчехлюсь И сделаю вступление В наше новое открытие сезона Смотрим Думаю, что-нибудь будет у нас Интересное сегодня Однозначно Итак, ребята Отправляемся На первые поиски Переходим в такую князинку С сугробами И поднимаемся На южные склоны Сейчас проверим Что у нас здесь Имеется В этом году Хорошо то, что В первые дни Когда снег сходит Очень большое количество Находится кладов Выходил ко мне на связь Один человек Он собирает статистику У клуба искателей Когда поднимаются В основном все клады И ради любопытства Я у него спросил Говорю Толь Когда в основном все клады Поднимаются По твоему списку Прайс-листу И он мне сказал Что Всегда после того Как сходит снег То есть Я могу Это обосновать тем Что Земля Немного смочена Влажная И сигналы Через катушку Хорошо Проскакивают Особенно Серебро Так что Сегодня мы посмотрим Какого у нас здесь Обилия находок Будет Камрад Который здесь Мы сегодня познакомились Уже поднял монетку Советскую 10 копеек В квадрате Но Место советское И зачастую Здесь будут Монеты советские Так что Если проскочит Царик То это довольно таки Удачно Окажется Открытие Ну в принципе Нормально Кстати Женя мне еще Вот такой вот Подарок сделал Хорошие новые Перчаточки Как раз Классно в них ходить Когда Сырость Влага Они Все эту Мерзость Пакость Через себя Не пропускают Так что Сейчас будем Обновлять Лопату Будем счищать С нее Новую Ржавчину Пробуем Наши новые Перчатки Ну и естественно Прибор Поехал я Аккумуляторы Забыл Пришлось Забегать В магазин Покупать Адюраселовские Батарейки Хорошие батарейки Для прибора Это очень Очень хорошо Объяснять Почему не буду Должны Сами Догадываться На дольше Хватает И отчетливо Четкий сигнал Показывает Ну и все Вступление сделал Думаю Если вы меня видите Значит находки У нас есть Будут И всегда Они у нас будут Все Продолжаем Итак Ребят Первый сигнал Первая находка Этого сезона И вот Такая Лабуда Медная Или латунная Шестерня От часов Но если Здесь И это Есть Шестеренка От часов Значит Здесь Богато Жили Возможно Вот этот дом Вот этот фундамент Который есть Он может быть И Весьма Дорогой Был Возможно Возможно Так что Давайте Здесь Покружимся Посмотрим Что у нас Здесь будет На самом деле Был богатый дом Или Это мои Просто Просто Домыслы Смотрим Вон там Женя Копает Яму Уже Выкопал Че там Жень Молчит Пока Не выкопал Не скажет Так что Ладно Смотрим И так Ребята Очередная Находка Находка Из разряда Шмурдика Даже не знаю К чему Это отнести Может Табличка От весов Каких-то Или что Здесь вот Написано 5 дюймов Затем Здесь вот Лен Льна Какая-то Шкала И Самая нижняя Как вы видите Пшеница Что Это у нас За табличка Прошу Отписаться Такая Толстая С обратной Стороны Гладкая Поверхность И по сигналу Это наверное Латунь Или же я не знаю Свинец Но звенит Очень чисто Звонко Так что Такая Лабуда Прошу Отписаться И сказать Что это у нас Такое Продолжаем Коп Там Два Камрада Вон там Евгений А слева Товарищ К сожалению Ими я не запомнил С памятью У меня совсем плохо Ну ладно Смотрим Ну наконец-то Ребята Наконец-то Прошелся Я вот так вот Все Вокруг дымовых ям Сигналов Много Но вот Такого вот Характера Куча Железа Устал Немножко С непривычки И вот Наконец-то У меня Выпал сигнал Вот он Лежит Не знаю Что это у нас Такое Но что-то Среднего размера Берем И смотрим Ох Какая Какой Хороший С одной Стороны А с другой Стороны Непонятно Но По размеру Это у нас Трешка Николаевская Здесь у нас Патенька Зеленая А здесь Какашки Неприятные Конечно Но не знаю Посмотрим На сохран После того Как почистим Ну все Сезон Открылся Царской Монетой Трешечкой Зачетно Зачетно Смотрим Итак Ребята Решил вам Показать Монетку Это у нас Три копейки 1902 года И хочу Показать вам Вот такое Соотношение Таблицы Вот Данная монета У нас По каталогу Числится Как 11 Долларов Так Так Не видно Нифига Во Потому что Некоторым нравится Когда я указываю Себестоимость Монеты Вот данная Монета У нас Отыскалась 11 долларов Это примерно Больше 600 рублей Не знаю Вот такой Еще слепок У нас остался Природный Слепок Вековой Вот такая Вот монета Первый У нас Отыскалась Евгений У нас Что-то Захворал Сидит Сложил Ручки Вот так Вот Отравился Говорит Вчера И хочет Домой Сваливать Ну Не знаю В одиночку Конечно Тяжело Копать Может Отваляется Жень Отваляешься Может На травку Он туда Ляжет Где-нибудь Полежишь Покайфуешь А я тебе Покажу Какие Находки Да По сочувствию Дружной Женя Выхл Первый раз Накоп В этом Сезоне И Беда У него Сложилась Ну Ладно Мы Покопаем Жень Ничего Если Твое Лицо Покажи Все Показал Я Своего Друга Камрада Кругом Снег Еще Лежит Как Вы Видите Но Мы Все Капаем Ладно Не знаю Жень Уедет Нет Но Я Продолжу Покопаю Смотрим Итак Ребята Долго Коротко Евгений Уехал Другой Камрад Тоже Уехал С Евгением Случилась Беда Но Может быть Чуть позже Об этом Скажу У меня Находка Вот Смотрите Лежит Ложечка Надеюсь Она Серебряная Так Ложечка Надпись Какая Проглядывается Что Написано Сейчас Разглядим Но Это Явно Наверное Не серебро Губу Надо Закатать Обратно Да Это Обычная Ложка Ну Такая Для Алюминия Она Очень Такая Тяжеленькая Мельхиор Наверное Или Что-то В этом Роде Но Надпись Какая Проглядывается Кто Знает В Клеймах Прошу Отписаться Вот Такая Вот У нас Затертая Слегка Не Знаю Что Это Такое Прошу Отписаться Но Это Не Алюминий Повторюсь Не Алюминий Такая Весьма Приятная Тяжелого Веса Не знаю Брать не буду Все равно Какие-то Смутные Сомнения Что Это Серебро Оставим Здесь Может Какой-нибудь Камрад Заинтересуется И Возьмет Ее Вот Так Вот Положим Ее Ну А Женя Вчера Отравился Свежим Огурцом Всю ночь Он страдал Мучился Вот такие Вот пироги Ладно Сейчас Наверное Переедем Чуть туда Подальше Там были Царские Монеты Я вспомнил Летом Но там Была Травка Так что Я наверное Сейчас туда Двинусь В целом Неплохо Продолжаем Итак Ребята У меня Находка Ну Блин Находка Прям Супер Чумовая Смотрите Это у нас Топор Древнегреческий Вот такой вот А не Али че Топор Нет не топор Это тяпка Какая то Ну какая то Она странная Тяпочка Я думал Топор Древнегреческий Но когда увидел Здесь вот Отверстие И это видно Что Древняя тяпка Но она такая Тяжелая Помахать ей И земельку Пообрабатывать Это конечно Много трудов Понадобится Вот такая вот Древняя вещица Попалась Если кто то знает Объясните Какого времени Такая вот Тяпочка у нас была Ну а в целом Продолжаем Итак ребят Переехал я С того места Где я поднял Царскую монетку Грубо говоря Открыл сезон И переехал На свое Старое место Которое я Выбивал Уже на протяжении Я не знаю Трех лет Сколько я себя знаю Я всегда здесь Начинаю Открытие сезона Здесь южные холмы И в принципе Всегда находки Находок Было очень много Все видосы Практически С этого места Конечно же Место выбито Но повторюсь Еще раз У нас Весна Все Очень глубоко Промокло И находки Дают о себе знать С глубокой Глубиной Так что Находки Нас будет сегодня Так же радовать К сожалению Все Покинули меня Вот Одному срочно Надо было уехать Второй У нас Приболел И сейчас Только что Подъезжали Еще три Камрада Они Новички Поехали Куда-то В ту сторону Я даже Не знаю Что там Могут быть За деревни Одна Советская деревня Есть И то она На распашке Но туда Сейчас Не проехать Может Какие-то Новые места Отыскали Как говорится Новым Камрадам Всегда Везет Может быть Отыскали Что-то Но вряд ли Сомневаюсь Надеюсь Обратно Они поедут Со мной А пообщаются И узнаем Что у них Там было На самом деле Куда ездят Ну а в целом Мы На Бобровом Озере Река У нас Расширилась И проехать На те деревни Невозможно Хоть я и на Ниве Сегодня Проехать Может быть И смогу Но я один Не хочу Чего-то Я рисковать Так что Копаем мы Сегодня Здесь Смотрим Итак Ребят Хожу Брожу Но Сигналы Есть Как я вам Говорил Сырость И сигналы Хорошо Катушка Цепляет Здесь Вот раньше Была Дорога Вот так Вот И вот Так Вот Потом Она пошла Туда И Вот сюда То есть Видно По Рельефу Местности Что Здесь Проходила Дорога В свое Время Он там Я Большое Количество Находок Делал И думаю Дай-ка Еще раз Пройду Может Что И зацеплю Ну и да Так и произошло Зацепил Я вот Кругляшок Надеюсь Это монета Потому что Ничего Пока Не видно Смотрите Какой-то рисунок Есть Смотрим Что это У нас Так 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 Что-то я Фокус Увел Слишком Сильно О Это у нас Масончик У орла Крылышки Вниз Классная Классная Монетка Жалко Немножко С дефектом Одна копеечка Блин Она не просто Деформирована Она еще немножко Покосана Вот такой вот Монитос Одна копейка Копейка Масонская С деформацией Год Год Сейчас я Году вам Даже скажу А год у нас Приятный 1837 Я немножко Сплоснул Водичкой И Проглядывается Год 1837 Вот Такая Вот Копеечка Классная Зачетная Выпрямим Мы ее И будет Она добротная Ну в целом Нормально Нормально Итак Посмотрим По каталогу Нашу Масонскую Копеечку Пусть она И утрачена Но допустим Что она В идеальном Сохране 1837 Года Это у нас Николай Первый Если не ошибаюсь Так Да Николай Открываем Копеечки 1837 Седьмой 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 Так Ищем Ищем Так Листаем Вот 37 ЕМ И КТ У нас Сейчас я посмотрю У нас КТ А КТ У нас Стоит 20 Долларов Вот такая Монеточка ЕМ КТ Зачетная Монета То есть ЕМ Вот он Московский Двор А КТ На оборотной Стороне Как вы видите 1837 КТ Повторюсь Если был бы Идеал Монеты То ее Собестоимость Была Ровно 20 Долларов То есть От этой суммы Они пляшут На аукционах Так что Такая Монета Жалко Немножко Утрачено Но все же Забираем Не оставлять же ее здесь И продолжаем Смотреть Итак ребята Сигнал был просто Шикарный Хороший Но Начал разбрасывать В куски И Выпал вот такой Шматок Вот он Этот шматок По цвету Я думал Что это вообще Пробка И не обратил Внимание Продолжал Как говорится Швырять И искать Сигнал Но она все равно Продолжала сигнались Но Когда я При внимательном Исследовал ее И это у нас Не пробка Это не пробка Смотрите Что Это у нас Орел Ах Какой Орел Деньга Офигеть Сегодня Блин Немного Но Достаточно Приятные Находки Это у нас Деньга 1731 Года Анна Ивановна Классная монета Классна она еще тем Что она Смотрите Какая уродливая Такая вся Из себя Кривая Вообще Офигеть Но рельеф Высокий Повторю Рельеф Смотрите Какой шикарный Высокий Четкий Непотертый Такое ощущение Как будто Ее отчеканили И сразу Ее потеряли Классный Монитос Классный Продолжаем Идти по дорожке Классная дорога Хоть и выбито Я думал Ну Монеты есть Смотрим Ну а сейчас Давайте ребят Посмотрим По каталогу Что у нас Имеет из себя Эта деньга Деньга Это у нас Анна Иоанновна 1731 Ой 30 И 40 Год управления Вот такая Зачетная Монета Зачетная Чем Потому что Это Перичекан С Петровской Копейки Вот такая Зачетная Шлепнули По ней Штампом И получилась Деньга 1731 И Посмотрим Деньга 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 Где ты у нас Деньга Одна вторая Копейки А стоимость Как вы видите Всего Навсего Полтора Доллара Вот такая Вот у нас Монета Но Хочу У вас Сказать Что Себестоимость Эта монета Немного Выше Тем что Качество Рельеф Очень Хороший Сохран Замечательный И То что Это Перичекан Перичекан Немного В цене Повышается Так что Так вот Есть любители Которые Покупают Браки Перичеканы И Всего Прочее Так что Вот так вот Вот такая Вот у нас Деньга Итак Ребята Обострю Внимание На этой Монете У меня Была Мечта В этом Сезоне Поднять Петровскую Монету Но Пока Как говорится Первый Сезон Все у нас Впереди Когда Я его Сполоснул Водичкой Смотрите Что На обратной Стороне На Гурте Вот здесь Вот Справа Сейчас Сверху Смотрите Это у нас Была Петровская Монета Отпечаток Остался От Петровской Копеечки Офигеть Жалко Жалко Что Она Не дожила Не дожила Она До меня И превратилась Вот в такую Деньгу Обидно Досадно Очень Досадно Но Ладно Вот такая Монетка Классная Будем Искать Свою Мечту Мечтаю Петровскую Медную Крестовую Поднять Так что Вот так Пока Валяемся Мы в кустах Устал Я мотать Катушкой Жуть Как устал Но Ничего Терпим Терпим Удовольствие Получаем Так то Называем Их Ребят Я устал Сегодня Накопался Вдоволь Ну Я думаю Солнышко У нас еще Высоко Покопаем Я к чему Начал съемку То что Сейчас Любопытный Факт Произойдет То что Я подхожу К своему Легендарному Месту Где я Нашел Свой Первый Клад Серебряный Я считаю Большой В размере 120 с чем-то Монет К сожалению Сейчас уже Память Не даст мне Вспомнить Так что Здесь вот Неподалеку Вот в этих Кустах Я поднимал Свой Клад Вы представляете Этот клад Был Чем хорош Рядом Проходит Дорога Я просто Вышел Из машины Тогда у меня Был прибор Аська 250 Со стандартной Катушкой Ну Я решил Его испробовать Только купил Только батарейки Поставил Включил И Зазвенело Я был довольный То что Все работает Все хорошо Ну и буквально Воткнув Лопату Что-то под лопатой Захрустело Захрустело Что Не пойми Чего По звуку Похоже На обычную Бутылку Ну и Когда Выкопал Появились Кругляшки Кругляшки Зеленого Цвета Белозеленоватый Такой Знаете Был оттенок Моего серебра И я был До смерти До смерти Был Рад То что Побежал В машину За телефоном Тогда я еще Не снимал Вообще Ну и решил Запечатлеть Это мероприятие Снял Видео У меня есть Так что Если любопытно Можете Посмотреть Что-то машины Разъездились Не дают Мне с вами Поговорить Пообщаться Ну в принципе Рассказал я О своем месте Куда я сейчас Подхожу Прилег просто На травку Решил Я полежать И в общем В принципе Решил Немножко С вами Пообщаться Поболтать И тем самым Отдохнуть И восстановиться Ну и все Отдохнули Восстановились И теперь В путь Вон туда Вон Думаю Серебрюшка Какой-нибудь Может завалялось Хотя парни Там ходили Поднимали Какие-то Одна Две монетки Ну я думаю Это не с моего клада Потому что Клад я весь Вырвал Так что Смотрим Смотрим И еще раз Смотрим И так Только с вами Пообщался Сделал Два шага И сигнал И выпал Вот такой Кругляшок Надеюсь Это не монета Надеюсь Да К моему счастью Это не монета А то кривые Монеты Очень неприятно Поднимать И Это у нас Обычная конина Предмет Конской упряжи Вот такая Вот была У нас В свое время Красота Любили лошадок И любили Их украшать Так что Это у нас Предмет Конской упряжи Я говорю Для тех Кто Не знает Потому что У меня уже Спрашивали А что такое Конина Я ответил Что это предмет Конской упряжи Так что Имейте ввиду Это у нас Для красоты Коняшек Ладно Идем в сторону Нашего клада Осталось Где-то Метров Десять Так что Может быть Серебро Будет у нас Сегодня Потому что Когда почва Сырая Всегда Всегда У нас Серебро Попадается Но пока Увы У меня Его нету Сегодня Ну Надеемся Надеемся На лучшее И продолжаем Катушка Макро Рейсер Думаю Сегодня Что-нибудь Из глубины Вытащит Время покажет Смотрим Итак Ребята Не дошел Я до своего Заветного местечка Буквально Вот они Кусты Вот они И прям За ними То самое место Но Дальше Мне не получается Пройти Кусты Очень густые Катушка Большая И плюс Там лежит Снег И лопата Всего Втыкается На пол Штыка Не больше Остальное Время Приходится Долбить Как и сейчас Наткнулся На сигнал Чем глубже Начинаю Копать Появляются Какие-то Горшочки Обломки Всякие Утварь Всякая Вот И в данном Случае Смотрите Вот у нас Такая Фиговина Тоже Сигнальчик Был И вот Смотрите Что в ямке В ямке Большое Обилие горшков Вот он Смотрите Вот горшочек Вот горшочек Все Здесь окаменелое Такое Знаете Приходится Долбить И горшочек Видите Колется Вот Но факт в том Что вон Он Лежит Там дальше Видите Слоями Откалывается И я сейчас Буду Долбить И посмотрим Что у нас Из этого Выедет Думаю В этом горшочке Ну каждый Наверное Мечтает Что-нибудь Найти Надежда Умирает Последним Когда выкопаешь Весь сигнал Но повторюсь Сигнал Видите Есть На глубине Наверное 10 15 Вон Видите Есть Он там И сейчас Мы будем Его Копать Надеюсь Что-нибудь Выкопаем Ну конечно Я вам Покажу Шмурдяк Там был Или же Что-то Интересное Так что Смотрим За моей Ямой Итак Ребят Как я Обещал Покажу Что я В этой Яме Выкопал Глубокую Сделал Сигнал Здорово Сначала Выкинул Один кусок Железяки Но Железяка Вот Медная И потом Вторая Третья И я думал Что это Чешуя После того Как вот Эту Поднял А те Штуки Я начал Выкидывать В сугроб Вот И не знаю Может быть Это чешуя Потом Давай Ее Чистить И Внимательно Вглядываться Может Я Чешую Медную Повыкидывал Но Нет Это У нас Обычный Такой Аккуратненький Кусок Медный Из-за Этого У меня Хорошо Сигналил Макро Рейсер Ну И Пин Конечно Подхватывал Так что Это У нас Лабуда Много Горшков Я Повыкидывал Так что Не Получилось Откопать Сегодня Очередной Клад Ну Ладно Все Еще Впереди Сезон Только Начался Всем Удачи Продолжаем Итак Ребят Прохожу я Мимо Домовой Ямы Но Не знаю Что Это За Яма Я Б Сказал По Своему Опыту Это Наверное Какая Баня Или Сарай Что Это В Что Не Копну Постоянно Битые Горшки Здесь Вот Еще Есть Противопожарный Шурф Такой И На Него Поглядываю Кругом Керамика Вон Как Вы Видите Прям Визуально Можно Видеть Керамику Вот Она Лежит И Кругом Кругом Вот Так По Шурфу Я Прошелся Везде И Был Сигнал В принципе Такой И Вот Смотрите Выпал Вот Такой Вот Что То Похожее На Монету Но К сожалению Это У нас Маниста Вот Такой Слепок И О Рисунок Как Хорошо Проглядывается Ребята Рисунок Вообще Шикарно Проглядывается Обычно Они Затертые Вот А С другой Стороны Должен Быть Людовик Так Сейчас Немножко Протру Да Силуэт У нас Людовика Вот Он Какой Красавец Людовик Ладно Если кто не знает Это украшения Наши В прошлом Бабушки Прапрабабушки И так далее Носили На шее Украшали Одежду Главные уборы Серьги были В общем Все 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 Делали Вот из них Конечно Делали из монет Но Потом Если не ошибаюсь В Александровское время Был указ Ввести Вот такие вот Жетоны Счетные И Замена была И конечно Наши женщины Переключились Именно вот На такие вот Счетные Жетоны Ладно Сигналов Много А у меня Открылось Второе Дыхание И теперь Я полное Получаю Наслаждение Полное Вы даже Не представляете Какое Наслаждение Просто отдыхаю До этого Немножко Было В тягость А сейчас Просто Просто Классно Второе Дыхание Открыто Так что Идем Солнце У нас Еще Высоко Копать Еще Далеко Сплоснул Я Нашу Манисту Чтобы вам Показать Как выглядел Людовик Людовик Если не Ошибаюсь Шестой Король Франции Смотрите Какой у него Шномбель Такая Насера Блин Ну Просто Профиль Классный Так Фокус Расплывается Вот Такой Вот Видите Чудо Король Франции А с другой Стороны У нас Райский Сад Ладно Продолжаем Итак Ребята Иду я В то место Которое Я хотел Сегодня Преодолеть Это Просто Смешно Потому Что Я Хотел Здесь Проехать Это Беда Полная Здесь Нереально Даже Пройти В сапогах Болотни Я имею Ввиду Здесь Вот Такая Жижа И Здесь Каждую Весну Бобры Наверное Совсем Не Справляются Кстати Бобры У нас В спячку Уходит Или Нет Или Куда То Они Уплывают В теплые Края Вот Такая Беда За Моей Спиной И Я Хотел Это Сегодня Проехать Женей Хорошо Что Я Сюда Даже Не Суну Жуть Полная Как-то Я вам Показывал Сюжет По осени Что я Здесь Оффроуд Устроил На своей Ниве Первое Испытание На Ниве Которое Я здесь Сделал И я Был Потрясен На возможности Этой Машины Просто Вытащило Меня Из такой Беды К сожалению Было Темно И Кадры Были Не Очень Ну Вот Такие Вот У нас Красоты Будем Копать Здесь Летом Думаю Вы Еще Застанете Этот Сюжет Так Что Вот Так Вот Да Кстати Ребята Вы Скажите Мне Бобры У нас Как Спячка У нас Уходит Или Все Таки Они Куда Наверное Коп 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 Надоедает Смотреть А Послушайте Посмотреть Мои Красоты Я думаю Найдутся Любители Потому что Часто Спрашивают Сань Покажи Природу Как у вас Там Красиво И все Звонит Беспокоится Саша Давай Домой Завтра Поедешь Но Я хочу До усера Пока Руки Не отвалятся А завтра Уже И посмотрим Стоит ли Ехать Или нет Так что Ладно Ребята Идем Продолжаем Копать Да Вот это Грязюка Итак Ребята Решил я Перебежать Вот с этих Холмов Вот на Эти Вот Ну да Ребята Да 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 Я вот такой Ненасытный Хочу Все Сегодня Застать Везде Полазить Ну к чему Я хочу Вам Сказать Именно в этом Сюжете То что В свое время Вот в этих Чапужах Я поднял Огромный Перстень И не просто Перстень А серебряный А с большим Крестом Многие телезрители Говорили что это Какой-то Поповский крест Но он Такой Огромный Я не знаю У меня туда Два пальца Может влезть И весьма Такой Тяжелый Так что Надо и проходить И вдоль Дороги На обочине Это просто Был Отвал И я даже Не знаю Как он тут Появился Этот Перстень Здоровый Так что Я его Чисто случайно Вытащил Выцепил В тот В тот момент Как раз Мы Осуществляли Как бы Неофициальный Соревнование Кто больше Чего накопает Тогда Ваш покорный Слуга Александр Победил С большим Превосходством Так что Ладно Идем Идем Вот на эти Холмы Правда там Смотрите Какие чапужи Жуть Но я думаю Найду я там Какой-нибудь Пляшивый Уголок Которые Съели Козы Коровы И там Походим Все Продолжаем Движемся Итак Ребята Буду заканчивать Свой Видеокоп Вот на такой Вот Панораме Справа От меня Находится Солнышко Садится За горизонт Спать ему Уже пора Ну и нам Пора Собираться В путь Дорогу Открыли мы Сегодня Сезон 2018 В принципе Я считаю Удачно Цари Всех эпох Причем Видео Назову Что-то Связано С орлами Потому что У меня Сегодня Монеты Все С разными Орлами Так что Вообще Классно Получилось Вот Ну и Хочу сказать Самарчане Копать Можно Но Не везде Можно Там Где У нас Южная Страна И Сегодня Мы Открыли Именно На южной Стране Но К сожалению В других Местах Абсолютно Снег Лежит Даже Не хочет Сходить Но Ручьи Как вы Слышите Бегут Бегут Копать Везде Можно Наверное Недели Недели Через Две Это Точно Ну а Сейчас Столько Можно Копать Вот В таких Местах Если Они У вас Есть Южные Склоны В принципе Просохли Копать Можно Лопата Не Всегда Конечно Входит Но Это Очень Здорово Что Мы С вами Открыли Сегодня Коп Ну и На этом Закончил Кто У меня Новенький Пришел Кто У нас Старенький Зашел Комментируем Палец Кверху За Видеосюжет Стараемся Мы Для вас Можно Было Просто Выйти На Коп Покопать Монеток И Домой Но Нет Мы Стараемся Как Говорится Опубликовать Свои Покатушки Именно Вам Показать Чем Мы Занимаемся Спасаем История В наших Коллекциях А кое-что Сдаем Об школьные Музеи Так что Все На этом Пока И удачи До новых встреч Продолжение следует... Субтитры